МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Этого человека, который сейчас гость нашей программы, это Анатолий Иванович Золотухин, знают очень многие в нашем городе, да и не только в нашем городе. Он занимается археологией, но не копает. Он изучает историю и систематизирует эти знания в книгах. Вот такую книгу он сегодня принёс. Вообще, посмотрите, какая шикарная. Вот она называется. Апокрифология истории Украины. Вот в эту коробочку в мистерии все-все вот эти вот брошюрки. Называйте их, пожалуйста. Значит, первая – это «Кемерийский царь Аристей Проканецкий, засновник античной культуры». Вторая книжечка – «Кемерийская царица Клеопатра», «Муза, засновник античной культуры». Третья книжечка – «Кемерийский царь Гомер, засновник античной культуры». Четвёртая книжечка – «Кемерийский царь Ахил, адмирал плоту и герой Эллады». Пятая – «Кемерийский царь Гил, скип, поэт, олимпиец и бард Эллады». Шестая книжечка – «Скифский царь Анахарсис, мудрец Эллады и засновник Херсонесов». Седьмая книжечка – «Апокрипология и истории Иисуса Христа». Восьмая книжечка – «Иларион, Никон Великий, засновник культуры Киевской Руси». Девятая книжечка – «Слово о полку Игореве Кирилла Туровского, як перша опера». Десятая книжечка – «Таемные приезды Пушкина до Миколаева. Та тайницы загибели поэта». Одиннадцатая книжечка – «Де плавал Одиссей. Реальные доказы». И двенадцатая книжка – «Апокрипология и истории Атлантиды». Вот, пожалуйста, сколько вместилось много всего, кажется, необъятного в одной вот этой большой книге этих брошюрок. Прежде чем начать разговор, я бы хотел, Анатолий Иванович, спросить, знаете, что у вас? Почему вы хотели, предлагали назвать наш центральный проспект, бывший проспект Ленина, именем Гомера? – Ну, в классическом виде говорят о том, что семь городов в Древней Элладе спорили о том, что у них родился Гомер. – Так. – А реально насчитали двадцать городов. – А на самом деле оказалось, что он родился у нас, на нашей Николаевской земле, на лагерном поле. Там был город Ольвия-1, вот это Парутинская Ольвия, это уже Ольвия-2 было построено. И еще было два города. Один находился в районе Адмиралтейства. Этот город назывался вначале Борея, потом Леопатра переименовала его в Борисфен. Вот. И именно там родился Гомера и Ахил – это близнецы-братья. Один родился 14 сентября по старому теле, 657 года до новой эры. А второй родился 15 сентября. Так вот, рожать Ахилла, мать пошла в город Борея, это же рядом буквально. Пройдите от лагерного поля до Адмиралтейства и поймете, что это рядом. И она его именно там, в этом самом, в этом Бореи, она крестила, или для того, чтобы обессмертить Ахилла, опускала его за пятку в Стикс. Это река мертвых. Это река Ингу. Отпускала за пятку, чтобы обессмертить его. Такова легенда. И поскольку в Адмиралтейство упирается Солдовая, я предлагал назвать не только центральный нынешний проспект именем Гомера, а еще предлагал Садовую назвать улицей Ахилла. Знаете, то есть в улицу Ахилла входит... Вы проезжаете в город, где родились все эти основатели, которые я тут перечислил. Ну, во всяком случае, вы все-таки это говорите, это легенда? Или уже у вас какие-то есть источники, которые вы видели и изучили, и это предположение? Или может быть это так? Нет, это уже сфера доказательности. Почему тут везде... Эта серия называется научно-популярная. Почему научно-популярная? Если вы раскроете любую книжечку, то вы тут найдете масса свидетельств. Ну вот, например, я показываю книжечку этого самого Аристея Проконесского, и показываю его портреты, которые сделал Ахилл. А он был прекрасным скульптором. Вот у меня спрашивают, Ахилл это не мифическая личность? Я говорю, вот, пожалуйста, мифическая личность сделала доски. Откуда я знаю, что это сделал именно Гомер? Тут на каждой доске есть надпись на древнегреческом языке. Я ее читаю. Где это нашли? Ой, это понаходили все в Северном Просерноморье. Это не в Греции начнем. Это не в Греции. Это принципиально. Давайте мы сейчас подключим в этот разговор еще одного человека. Знаете, каким образом? Все-таки все, что вот сейчас вы, о чем вы сейчас рассказываете, это у нас, а у нас есть повод, исполнилось 30 лет. 90 лет. 90 лет чему? Открытию Дикого Сада. Открытию Дикого Сада. Феодосий Тимофеевич в 1927 году открыл Дикий Сад как археологический памятник. Копал. Он же копал, он нашел там бронзовый котел. Вот. И с этого момента считается начало исследования этого Дикого Сада. Потом в 1991 году случилось так, что начали там строить дом и начали рыть все эти самые. И я пришел туда посмотреть, что там делается. Значит, когда глянули, а там фибулы и так далее. Смотрю, культурный слой приличный. Я тогда взял Никитина Василия, это известный археолог. Я говорю, идем посмотрим, в чем там дело. Мы пришли, посмотрели. Он отобрал эти фибулы. Я написал письмо. А я входил в совет Киноха. Областной совет от имени общественности. Ну, консультационный совет. И спрашиваю, Киноха, можно мне написать в Академию наук о том, что у нас найдена вот такая вот. Я написал громадное письмо. Вот. И написал, привел доказательство. Оно попало в Академию наук. Приехали. Член корреспондента Академии наук. Это вот этот самый... Это второй. Крыжицкий. Да. И известный всем член корреспондент. Приехал Крыжицкий. И приехала эта самая Крапивина, которая копала вот внизу, в самом низу, вот эта вот фотография, это Крапивина. Угу. Вот. Да, 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 да. Они приехали и сделали заключение, что здесь находится крупнейший памятник античной культуры. Времен сохранения, времен Трои и так далее. Но они в основном копали в Ольвии. Они в основном копали в Ольвии, да. Здесь наши археологи копали. Это наши. Потом разобрались, кто дал заключение и так далее. Так что вы предлагаете послушать, что говорят наши археологи, которые копали в Диком Саде, да? Которые... Они... 26-й сезон в прошлом году. В этом году они начали 27-й сезон. Вот. Вот, вот. И вот 26-й, по итогам 27-го года я разговаривал с Кириллом Горбенко, руководителем этой экспедиции археологической. И он, значит, и он рассказал всем... Я ему задал вопрос. В следующем году у нас 90 лет такая дата. Что мы должны сделать для того, чтобы эту дату отметить? Вот он отвечает на этот вопрос. А давайте послушаем. Будет у нас 90 лет отмечать нашему Каминскому... Ну, открытие Дикого Сада. В следующем году 90-летие. 90-летие. Да, и открытие городища. Вот к открытию этого дела нам надо... Что нам надо иметь от городских властей для того, чтобы... Наконец-то решить вопрос о создании музея. В какой форме это уже отдельный разговор. То есть это место должно быть сохранено и облагорожено для посещения горожан. Это может стать изюминкой. Вот у нас наикрающий зоопарк в Украине. Это может быть стать наикрающим археологическим объектом открытым. То есть это есть и более уникальное, конечно, у нас городище, поселение. Но это то, что находится в центре города. Не каждый город может похвастаться и в сохранности. И ему повезло, что здесь не были построены дома в свое время. И вся инфраструктура существует. То есть здесь только нужно предпридать статус музея, оградить территорию. Начать процесс расчистки от отвалов. Это не так уж и длительный процесс, не такой уж и дорогой процесс. И постепенно все это закрепить и можно вводить экскурсии. А увидеть можно на территории, где планируется музей. Около 20 объектов из 50, которых известно. Около 20 объектов, которые сейчас частично присыпаны, частично заросшие травой. И поверьте, такие мощные кладки практически во всех помещениях. То есть все это видно. И предметный ряд очень шикарный. И даже абстрагируясь от того момента, что основная часть коллекции дикого сада находится в областном краеведческом музее, то музей или музейную комнату, которую можно будет здесь создать, то есть те предметы, которые не отобраны в музее, а хранятся в фондах нашей лаборатории университетской, будет достаточно того, чтобы иметь представление. Хотя тут, может быть, и в комплексе, да, посмотрели, как оно было, и потом прошли в краеведческий музей, и посмотрели уже предметы не оторванные от реальности. Я только сейчас подумал с ужасом, думаю, что бы было бы, особенно на нынешние времена, там площадь такая, сверху, слияние двух рек Ингула и Южного Буга, это грекам в свое время очень понравилось, это и стратегически важно, и просто красиво будем так, если бы тогда, когда начали копать, там начали строить жилые дома. Солнечный район там планировали. Да, и я все время выступал против этого, вот Виктор помогал мне и так далее, то есть мы выступали против этого, и, слава Богу, не дали возможность застроить, потому что вот там у меня есть сюжет-план называется, города, я нашел его в императорской библиотеке в Петербурге, это я первый нашел его, в котором, это был первый план, составленный для Патемкина, а Патемкин любил точность, и поэтому на первом плане сохранились рвы дикого сада и сохранились рвы и укрепления сада Борея, который на Адмиралтесе. Покажите нам там план, там он называется планом. Ну давайте сейчас, это второй сюжет, давайте посмотрим, там будет разговор, а вот он план, пожалуйста. Вот он план и идет разговор. С радиальной, причем радиальная заканчивалась ротондой на самом красивом месте. Греки называли это место Калихарон, то есть красивейший вид. Они когда сюда приехали, встали на мысль, Петербург Николая, да. И вот смотри, рвы здесь показаны достаточно. Рвы или валы? Валы, валы, валы и рвы. Не тут валы и рвы показаны, видишь? Вот вал и рвы между городом и этим. Это город Борестен или Борея, он раньше назывался. Вот тут мы копали Некрополь. Вот тут копали Некрополь. Это план, он сочетался, потом поломали это все, оставили все, кусочек только сохранился, вот этого. А вот это уже пошло с других лет, уже все поломали. Понимаете? Ну вот что-то будете добавлять по этому? Да, ну можно добавить, что... Расшифруйте что-то там. Значит, чем важен этот... Дело в том, что этот план сохранил первозданные остатки этого древнейшего города, Дикого сада, который был основан Атлантами. Вот мы подошли к центральному моменту, потому что вот эти все книги, они объясняют то, что сделали археологи. Они объясняют наличие второго города, о котором я прочитал в текстах Гомера и Ахилла и всех других. Вот. И это самое... Они объясняют многие вещи, которые и связывают их исторически. Значит, Гомер, откуда все это обнаружилось и откуда написалось... Что такое наука, которую я новую создал? Апокрифология истории. Это наука апокрифологии. Она означает наука о тайных записях, о тайных сведениях, которые содержатся в артефактах. Это могут быть знаковые тайны. Это надо расшифровывать. Это расшифровывать. Апокриф тайный, а логия это наука или слово, или как угодно. Вот. И вот это вот их надо расшифровывать. Методику расшифровки. Вот в слове «Полку Игореве» была найдена. В слове «Полку Игореве» была найдена ключ. Популярно. Расскажите. Ключ, в котором он написал «Свивая славы оба пола времени, ныряя из равнин на горы». А это на самом деле указание на стихи горизонтальные и вертикальные стихи акро, мезо, которые и теле по последним словам. Мезо – это по средним словам, а акро – по первым словам. Вот. По сути, это была расшифровка тайных стихов, которые я обнаружил в то же время у Гомера. У Гомера в греческом языке тоже всё это есть. Они называли это «плетением кошек». Если здесь он назывался его от славы, от старого времени к новому времени, то у Гомера это действительно похоже на плетение кошек, потому что вы горизонтальные стихи сплетаете вот так вот акро, мезо, теле, стихами. И что, мы не сможем это посмотреть? Это так вот только на руках. Где-то тут у вас есть книжки, чтобы вы показали? Здесь нет, потому что это сложнейшая тема. Здесь раскрыты только самые тексты, которые читаются внутри. Они не обязательно свиваются так. Это вот Клеопатра, вот у Клеопатры… Как это могло быть связано, смотрите, где князь Игорь географически и в веках? Объясняю, объясняю, объясняю. Связано это с тем, что они, Таргитая, это основатель этого рода Гомера, который построил эти три города в Николае. Третий город был в районе Сирокой Балки против этой самой нашей Константиновской батареи. Там уже раскопали археологи, там установили по артефактам, что это еще древнее пирамид было. То есть, это древнейший город. Если эти города были построены Таргитаем одновременно с Римом в 753 году, то Нисун был построен еще раньше. Вот, эти три города, Таргитай как бы воскресенье. Это Ольвия старше? А? Ольвия старше? Ольвия младше на 150 лет. Она была построена на день его Аристея Проконевского, который был олигархом. Его выгнал Таргитай, он был сыном Таргитая. Что значит тогда олигарх? Вы расшифруете. Олигарх это человек, который находится на чиновничной должности. Нет, 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 олигарх это человек, который обладает колоссальными финансовыми средствами. Это просто потому, что очень богатый, да? Да, потому что очень богатый. Он стал богатым первым, сегодня все считают, поднимите энциклопедии, второй век пергамент изобретен, пергамент каком-то. Да ничего подобного, это изобрел вот этот самый Аристе Проконевский в начале 8 века. И он, а представьте себе, Египет по-первых перестал продавать, не на чем писать. А он наладил выпуск здесь, на нашей земле, в этих городах, и продавал его все, он быстро обогатился. Второе, он продавал зерно. Вот все города, в чем состоит парадокс всех этих книжек, он заключается в том, что наука развивается от парадигмы к парадоксам. Парадигма – это устоявшиеся знания. А парадокс – это те, которые противоречат этим устоявшимся значениям. Значит, вы ближе, подходите к тому, что вы ближе к гениальности по Пушкинскому, да? Да, вот это все парадоксально. Почему парадоксально? Потому что сегодня считают, и возьмите любую книжку, возьмите историю, поднимите все, европейскую, все. Написано, что греки приехали к нам, построили все эти города, в Северном Причерноморье, и все. А мы там не пристем. Если так смотреть, а если смотреть наоборот? А если теперь посмотреть на то, что все доски, которые найдены, были в Северном Причерноморье за 20 лет, мраморные доски с надписями латинскими, древнегреческими, которые не имели ни авторства, ни дат, и незамасловатый текст был написан. Тот приехал к этому, этому сделали это, город поставил тому. И это не значит, что они привезены были из греческого... Нет, нет, они были здесь найдены. Что они здесь были... Они стояли здесь. Они здесь сделаны, они выбиты здесь, да? И вот теперь, когда благодаря вот слову полку Игоря найден был код, а вы задали правильный ватуру, откуда они все это знали? Вот эти вот свивания и так далее. Так вот, знали все из Ветхого Завета, из Торы. Там родословная от Адама до Давыда, Моисея написанная. И вот Моисей – автор вот этих скрытых стихов. Потому что если вы родословную выпишите пяти имена, пяти именную стихи из пяти имен, родословную, пять имен, назвали пять имен, пять имен, то там читается текст на древнееврейском языке. Впервые дочь Таргитая, она была дочерью... Слушайте внимательно. Она была дочерью Таргитая и дочерью Заратурстры. И финикист... Ну как это вы? Вы это доказали или предполагаете? Да ничего не предполагаю. Это все я вычитал в этом самом. Откуда я ничего не предполагаю? Это не бла-бла-бла-ла. Это серьезное чтение текстов драгнеюреческих, в которых это все написано. И это только начало. Дальше на каждую эту книжку должны сдаваться вот такие вот труды, где будет детально прочитано... Научные. Научные, в которых будут все ссылки, все цитаты и расшипровки и так далее текстов к обычным текстам, к обычным переводам и скрытые тексты. То есть это будет справочник скрытых текстов. И вот эти справочники скрытых текстов, это надо писать их, сколько их них, я не знаю, сколько почитать. Это никогда не хватит ничего. Вот это вот список литературы. Это вот то, чем вы пользовались, прежде чем написать и прийти сюда. Вот посмотрите, сколько, 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 сколько. И так в каждой брошюрке. И по этому поводу еще через это должны пройти ученые после этого. Да, конечно, это раз. Но пока еще тут ученые должны прийти, потому что этапы восприятия нового, и я точно так, клянусь, воспринимаю, любое новое, я сразу воспринимаю в штыки. Этого не может быть. Вот первая реакция на это должна быть традиционно... В прошлом веке была такая книжечка «Физики шутят». Вот там вот первая стадия открытия заключается, этого не может быть. Вторая стадия, в этом что-то есть, вы знаете. А третья стадия, так и я точно так же думал. Хорошо, давайте, если что, немножечко вернемся чуть-чуть к Дикому саду. Скажите, Ольвия оказалась, часть города отказалась, порт оказался под водой. Здесь, где Дикий сад, тоже же под водой что-то находится? Обязательно, там уже археологи нашли порт. Здесь, возле Дикого сада? Да, возле Дикого сада нашли порт. Они дайверов опросили, дайверы прошли, нашли камни, которые выложены для швартовки. И там был порт. И поэтому сегодня мы имеем полную модель Трой. Там есть, во-первых, таких памятников есть несколько, этой эпохи. Но ни один из них не имеет четырех храмов, которые там есть. Там внизу? Да. Они на спуске к воде стоят храмы, вверху есть храмы, четыре храма. И храмы солнца, это храмы последников Атлантиды. Но там же за эти тысячелетия столько илу должно было найти. Правильно, вот как копают археологи. Копают археологи очень просто. Они снимают, срез сделали и видят культурный слой. Вот там был очень большой культурный слой. Это свидетельство долголетней цивилизации. Раз. Второе. Они докапываются, когда раскапывают все, они докапываются, они называют это материком. Когда уже штык не идет никуда, это уже материк. Да, да, да. А все, что ниже штыка, ямы, вот там были ямы показаны, вот ямы копаются. Но там же в воде этого ничего нельзя было сделать. А, там зато камни есть, которые вымощены в виде порта. И что, они нашлись эти камни? Они нашли эти камни. Да. И там, если бы они продолжили, еще можно было кое-что найти. Во-первых, я хотел сказать самую главную вещь. Вот осталось всего немножко времени, но я хочу обратить ваше внимание, колоссальнейшее внимание на значение лагерного поля. Это был, по сути, там, на этом лагерном поле, было рядом с Диким садом выстроено Ольвие-1, где родился Гомер, Аристей Проконевский, где родился Гил и Скип, где родил Анахарсис и Клеопатра, они родились в изгнании. Клеопатра родилась в Батуми, а Анахарсис родился в этом самом... В Илане, это Сидюль-Бальхир, в турецкий при входе в Дарданеллы. Там в изгнании поместились Гомерджили. Да, продолжайте. Лагерное поле оказалось тем местом, где хоронили всех царей скипских. Вот так, да? Сорок дней они, сорок дней поминали их, ели там сыры делали и так далее, все поминали, приезжали со всей Скифии сюда. И на этом лагере и отца Гомера хоронили. Отца Гомера хоронили со Селецом. Это легенда? Это ваши домыслы? Или это можно... Да это читается куча текстов. Это масса текстов прочитывается это все. Вся хронология восстановлена благодаря тому, что в текстах есть эти сведения. И каждая гибель Клеопатры привозили ее сюда. Она погибла под переем. Ее сын от пана сбросил с горы. А Клеопатра это сапфо. Многие не знают, кто такая Клеопатра. Это сапфо. Они имели по куче псевдонима. Это у нас тему этого разговора продолжим. Чтобы не сразу все, а потихонечку обо всем. Может быть, от каждой из этих брошюрок. Хорошо, что вы пришли сюда. Я не знаю, как называется улица, которая идет от Дикого сада и до моста. Артиллерийская. Артиллерийская. Может, как-нибудь все-таки говорим городскую нашу праву, чтобы назвали эту набережную, набережная Гомера. Это ж представьте себе, если об этом рассказать во всем туристическом мире, то ж будут же сюда приезжать же, понимаете. Пусть это легенда, дорогие люди. Тут какая легенда. Пусть там не знаю что, но этот парадокс, что Гомер мог родиться здесь у нас, по-моему, это хороший акцент на истории нашего города. Вам спасибо. Приходите в следующий раз. До свидания. Добрый договорились. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»